И мы начнем. Итак, сегодня у нас вебинар по теме управления проектами с помощью Асана. И как бы мне первый вопрос на самом деле интересен, а кто вообще пользовался какие-то вообще таск-менеджерами или там именно Асаной. Вот, пожалуйста, напишите. Вот. А вообще, как бы сегодняшнюю историю я построил таким образом, чтобы рассказать просто о возможностях, о преимуществах вот этого сервиса и рассказать, что, в принципе, это ничего так страшного в этом нет совершенно. И, то есть, можно использовать, и это достаточно удобно, потому что мы, в принципе, сами используем. Так, я вижу, что много использую Trello, да, действительно хороший сервис. Jira тоже не использовал, но интересно, да. Так, пару слов о себе. Меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором, то есть все, что касательно мероприятий, анонсов и так далее, инфопартнерства, вы можете писать мне на почту, которая здесь указана. И также я веду вебинары, как вот этот, и делаю видеоуроки, о которых я расскажу чуть позже. То есть, по любым вопросам вы можете писать мне на эту почту. Ницца-собак-тест.ру. Наш сайт выглядит следующим образом. Я говорю для тех, кто еще не видел, и, может быть, тот, кто будет смотреть записи, найдет эту запись, чтобы было понятно, что мы, кто мы такие, что за проект, я в двух словах расскажу. То есть, основная наша цель – связать некоммерческие организации, некоммерческие проекты с IT-сектором, с теми, кто хорошо разбирается в технологиях, но, например, не делает каких-то полезных вещей. То есть, вот если совместить два IT-полюса, то получится, что можно создавать какие-то полезные для общества проекты, которые будут решать общественно важные, там, социальные проблемы. Поэтому основная цель в аудитории у нас такая. И мы на сайте много чего пишем про технологии. В принципе, даже если вы не работаете в некоммерческой организации или не делаете какие-то проекты свои, в принципе, много чего интересного есть. Вы можете посмотреть. Также мы делаем различные обзоры. То есть, рекомендуем. Сайт наш.тест.ру. И социальные сети – это везде слэш теплицесты. То есть, это Facebook теплицесты, ВКонтакте теплицесты и так далее. Вебинары мы проводим два раза в месяц. Соответственно, их в год 24 штуки. И если вы, например, хотите посмотреть, что было раньше, но не участвовали в вебинарах, вы можете найти на нашем сайте. Во-первых, это в разделе мероприятия, и там вкладка «Вебинар» есть, где публикуются все пост-релизы с видеозаписями, соответственно, вместе с презентациями. И также есть плейлист на YouTube, где вы можете также смотреть видеозаписи. И в описании к каждому видео есть ссылки на презентацию. То есть, во-первых, да, эта презентация, еще раз повторюсь, что ее можно скачать. Все ссылки здесь кликабельные, которые вот внизу написаны, их можно нажать и перейти по ссылке. Это в формате PDF. И несколько слов о онлайн-уроках или скринкастах. То есть, это то, что я просто записываю свой экран и рассказываю о каком-то онлайн-сервисе, то есть, как пользоваться каким-то из них для того, чтобы сделать свою работу более эффективной, потому что сейчас много чего полезного есть. Вот. И, в принципе, с этими онлайн-сервисами вы можете сделать действительно хорошую вещь, даже если вы не являетесь какими-то специалистами большими в чем-то. И достаточно много уроков есть не только по, там, дизайну, но и по безопасности. В общем, просто рекомендую посмотреть, потому что сейчас их уже 106 штук. 106. Итак, двигаемся дальше. И начнем со следующего. Просто хотел некую подводку сделать, чтобы было понятно вообще, к чему это все и для чего вообще пользоваться Асаной и другими таск-менеджерами. То есть, в привычной нашей рабочей деятельности можно выделить вот как бы два полюса. В принципе, это старый, где все все как бы в виде процессов, да, и новое это все в виде проектов. Вот. В чем, собственно, разница? Когда мы говорим о процессах, это мы говорим о чем-то регулярном повторяющемся, да, последовательности операции, которые потребляют какие-то ресурсы и создается какой-то результат. Вот, например, на заводе человек, который стоит у станка, он как бы выполняет определенный процесс, он регулярно выполняет определенные действия и получает некий результат, часть чего-то, да, и потом, например, эта деталь передается дальше. И каждый человек так выполняет определенный процесс. И все мы привыкли, что, в принципе, рабочая деятельность у нас состоит именно из процессов. То есть, мы приходим на работу, что-то делаем, и вот это что-то является неким вкладом в общее дело. И сейчас, например, все больше и больше и больше становятся более популярными такой стиль работы в виде проектов. То есть, когда мы нашу деятельность рабочую именно заключаем в проект. Проект – это такой единовременный набор мероприятий, то есть действий, да, который ограничен во времени и ресурсах. Вот самое главное, ключевое слово, что он ограничен во времени. То есть, у проекта всегда есть начало, всегда есть какой-то срок действия и есть конец. То есть, это не бесконечное какое-то действие, а именно конечное. И вот с помощью проекта можно действительно создать что-то уникальное. То есть, если мы говорим конкретно о целевой аудитории нашей, например, о некоммерческих организациях, то здесь проектами могут быть все, что угодно. То есть, это, например, подготовка и проведение мероприятий, то есть подготовка и проведение социальных компаний, сбор средств, пожертвования и так далее. То есть, вот это все – это вот именно проект, который длится определенное количество времени, и он конечен. То есть, вот в этом, собственно, и разница. И становится понятно, что сейчас, когда мы, в принципе, имеем возможности использование интернета и технологий, и становиться мы должны более эффективными, соответственно, нам нужно переходить на проектную деятельность. И вот, например, Асана – это один из способов это сделать. Так, а меня слышно вообще? А то я боюсь, что я говорю, говорю, говорю. Ну, просто на всякий случай. Вот. И да, я нашел такую цитату интересную, что вот, в принципе, касаемо, неважно того, что вы делаете, то есть такое понятие, как прокрастинация, да. Мы все знаем, что нам, ну, иногда не хочется делать то, что мы должны. Мы заходим в социальные сети, да, и мы делаем что-то, что не очень нам нравится. То есть, наоборот, что нам нравится и что нам не нравится, мы как бы откладываем. И вот есть такая некая цитата из статьи, которую рекомендую почитать. И там, в принципе, вот есть три пункта, собственно, почему мы это делаем, почему мы откладываем. То есть, не потому, что мы ленивы, действительно, Потому что вот есть такие вещи, как, то есть, во-первых, вот самое главное, что есть задачи, которые перед нами стоят, например, да, по работе, и основная причина, по которой мы как бы не можем никак приступить к ней, может быть, многие там прочувствовали это по тому, когда вы учились в институте и так далее, то это сложность. То есть, нам кажется, что эта задача достаточно сложная, чтобы ее начать делать, поэтому мы ее как-то избегаем, мы ее откладываем на потом, и совершенно нам непонятно, как вообще действовать. И вот одно из решений, самое главное решение, которое может быть здесь, это в первую очередь разбивать все задачи на более мелкие. И вот именно таск-менеджеры, да, и вот разные вообще вот инструменты для как бы работы, такие как Asana, они, собственно, и позволяют это делать. Когда вы берете задачу, которую вам надо выполнить, и разбиваете на более мелкие. Простой пример, например, если вам надо создать сайт, вот задача, которая звучит «создать сайт», да, она очень тяжелая, совершенно непонятно, что конкретно нужно делать. Если вы эту задачу поставите на какого-то человека или на какую-то группу людей, да, то совершенно непонятно, что делать. Но если эту задачу разбить по шагам и сделать, например, из нее там 10 шагов каких-то, хотя бы 10, да, то будет уже понятно, что сначала надо сделать там одно, другое, третье и так далее. То есть, например, там начать можно с того, что там выбрать, например, доменное имя, потом там выбрать хостинг, да, где у вас будет сайт, там, компания какой-нибудь. Потом определить цели, для которого вы там делаете сайт и так далее. То есть вот главный принцип избежать вот прокрастинации вообще и сделать свою работу более эффективной – это разбить задачи на более мелкие, которые достаточно легко выполнить. Тогда мотивация у сотрудников будет намного выше и будет намного проще вот делать первый шаг и начать что-то делать. Поэтому, если говорить об Асана, то да, в основном это считается task manager, то есть это менеджер задач, это, по сути, основная функция его, основная. Но не вся – это создание задач и выполнение этих задач. Но это не все, потому что на самом деле Асана сейчас – это такой, как по-английски звучит, workflow, то есть это именно, ну, как бы место, где вы действительно делаете и делаете эту работу эффективно. Я немножко посмотрел на сайте вообще Асана, то есть если кто не знаком, просто будет понятно немножко о том, как, ну, что это такое. И после того, как я это все расскажу, я потом как бы открою свой браузер и покажу, как это работает. Во-первых, нужно понимать, что Асана – это онлайн-сервис, то есть это действует в интернете, то есть если у вас нет интернета, к сожалению, вы ничего делать не сможете. То есть это онлайн-сервис. Имеется десктоп-версия, то есть вы можете использовать этот сервис с вашего компьютера через ваш браузер. Так и есть версия для мобильных устройств, то есть, например, для телефонов на базе Android, либо на базе iOS. Что самое интересное, Асана была, как бы первая версия вышла в 2000 далеком, в 2008 году. И вот в прошлом году, в 2015, очень большой ребрендинг произошел в компании, то есть изменилось вообще как бы стиль, логотип и так далее. И первая версия мобильного, то есть мобильного приложения вышла достаточно давно, наверное, в 2011. И вот только, опять же, в прошлом году эта версия, опять же, обновилась и стала более удобной. Поэтому, в принципе, сейчас версии, десктоп-версии, версии мобильного, они, в принципе, стали похожи и стали намного удобнее. Поэтому вы можете использовать это как в своих мобильных устройствах, смартфонов, так и с компьютера. То есть это очень удобно на самом деле. И теперь поговорим о некоторых возможностях, которые есть. Во-первых, да, надо сразу сказать, что есть некий минус этого сервиса, в том заключается, что он как бы англоязычный. Поэтому, ну, как бы мне кажется, что тут нет особых проблем, потому что мало что как бы там написано. То есть нужно просто понимать, как это работает, и все. Ну, и в принципе, если вы не знаете английский язык совсем, вам может помочь просто переводчик какой-нибудь там Яндекс Транслейт или Гугл Транслейт. То есть это совершенно несложно. Да, для Windows Phone версии нет. Но вы можете пользоваться мобильной версией сайта, в принципе, если она... По-моему, она существует, да. Вот. И давайте поговорим сначала, в принципе, о возможностях. То есть, как вы видите, Project Management и Task Management, то есть это то, что позволяет управлять проектами и задачами. То есть... Да, конечно, на русском языке информацию можно вводить, безусловно, да. И там русские шрифты воспринимаются, все хорошо, собственно, мы это и делаем, да. Вот. И основная задача, так как это Task Management, да, и Task Manager, то есть программа, соответственно, самое главное, это можно создавать задачи. То есть можно создавать задачи, объединять их в проекты, разделять на разные секции. Что самое интересное и самое полезное? Можно, во-первых, задачи создавать и определять дату выполнения, дедлайны. Это очень важно. То есть когда вы ставите задачу, например, там, выбрать домен для сайта, да, то есть ее нужно обязательно приурочить к какому-то времени, потому что если этого не будет сделано, это не будет эффективно. То есть вся эта задача имеет определенный срок. Поэтому необходимо обязательно ставить сроки. Также вы можете прицеплять определенные файлы как конкретной задачи, да, и там использовать сердечки, то есть нравится, не нравится и так далее. Вообще, когда создавался этот сервис, он позиционировал себя как сервис, который позволяет работать в команде без участия электронной почты, потому что все мы знаем, что электронная почта все еще очень, как бы, популярна среди, в принципе, всех, и у меня до сих пор еще тоже электронная почта по приоритету является на, там, практически на первом-втором месте. Но, как мы понимаем, что это очень отвлекающая вещь, когда мы часто проверяем нашу почту вместо того, чтобы делать это очень редко, например, там, один или два раза в день, вот, и мы сразу, там, например, делаем одно дело, потом переключаемся сразу на почту, смотрим, что там происходит, возникает мультизадачность, и наша эффективность падает. Все мы знаем, да, что такое мультизадачность, когда мы выполняем несколько дел одновременно, и все мы знаем о том, что это понижает эффективность, мы не можем делать хорошо несколько дел, ну, если вы не женщина. Это такая kind of joke. Вот, и даже есть, кстати, такая игра очень интересная в веб-версии, просто можно посмотреть, она показывает действительно, что многозадачность, она снижает вашу эффективность. То есть, когда вы должны делать несколько дел, например, там, не знаю, отбивать шарик, потом делать так, чтобы шарик не упал и так далее. То есть, действительно, это очень сложно. Вот, и, соответственно, возвращаясь к Касана, он позиционировал этот сервис как сервис, позволяющий избежать, как бы, общения через электронную почту. Совершенно избежать, может быть, и не стоит, вот, но просто можно попробовать и сделать это. Это, на самом деле, намного удобнее. Так, двигаемся дальше. И что еще Асана позволяет, то, естественно, коммуницировать, да, вы можете общаться в задачах пользователей, как пользователи команды, да, когда вы вместе выполняете какой-то проект. То есть, даже вы можете, например, внутри своей организации создать проект, все пользоваться этим сервисом, и все вы будете, например, видны друг другу. И это очень удобно. Вы можете обсуждать все это, и это, действительно, удобнее, чем почта. Потому что это такие внешние коммуникации, когда не только два человека, но и больше людей. Так, и, соответственно, вы можете просматривать ваши, как бы, задачи. У каждого пользователя, да, есть свой раздел, где вы можете посмотреть инбокс, то есть, как в почте, но только это уведомление новых задач. Также очень полезно, можно искать, собственно, задачи, описания, комментарии и так далее, вот с помощью поиска. И так как можно прикреплять документы, соответственно, все документы, которые там есть, например, файлы, какие-то картинки, вы также можете искать спокойно совершенно. Дэшбордс – это такие вот, это доска, которая позволяет посмотреть, насколько завершается проект и как он вообще идет, да. То есть, например, очень полезно, опять же, выставлять дедлайн, то есть дата, к которому, например, нужно выполнить проект. Например, если вы готовите какое-то мероприятие, оно у вас происходит, например, там, 1 февраля, то у вас, соответственно, вот проведение мероприятия, по сути, это дедлайн, да. То есть вот вы должны все подготовить и провести само мероприятие. Может быть, там еще пару дней после это сделать пост-релиз, там, собрать материалы и так далее. Вот. И таким образом вот эти вот дэшбордс – это такие картинки, которые позволяют вам смотреть, каким образом все это происходит. Так, звук и картинка прерываются. Единственный способ – это попробовать обновиться в браузере. Я имею в виду страницу браузера F5, и, может быть, получится. В принципе, да. Окей, дальше. Дальше есть вид календаря, когда у вас не просто список задач, а, естественно, календарный вид, когда вы видите, что каждая задача определена к конкретной дате, и это, в принципе, очень удобно, что, в принципе, я использую. Потому что для меня список задач, когда их много очень, он как-то не очень понятен, и я всегда использую календарный вид. И также можно просмотреть все документы, которые были приложены. Ну, здесь еще говорится о том, что есть всякие там... Можно, во-первых, в задачу ставить фолловеров, то есть это людей, которые отслеживают, например, исполнение задачи, но не те люди, на которых эта задача назначена. Ну, условно говоря, например, если вы ответственны за то, что вам надо в задачу там создать что-то, да, например, или там связаться с компанией и выяснить там, сколько будет стоить домен для вашего сайта, то, например, ваш коллега может просто стать фолловером и смотреть, как эта задача исполняется, и, например, вносить какие-то правки, когда он будет видеть обновление этой задачи. Например, вот вы там создали задачу, потом позвонили, написали в комментарии, я позвонил там, и все остальные будут видеть. Связанная задача, конечно, возможно, да. Есть разные варианты этого там создания, там есть теги и так далее. Ну, я покажу сегодня. И еще очень классно, что есть интеграция со сторонними сервисами. В первую очередь, как вы видите, это Dropbox, Slack и так далее. То есть, во-первых, это облачные сервисы, которые позволяют вам присоединять файлы прямо из ваших аккаунтов, то есть вам не надо загружать с компьютера, и вы, по сути, можете с любого компьютера зайти, зайти в Asam, потом зайти в свой Dropbox или Google Drive, присоединить задачу. То есть это все очень как бы эффективно. Кто пользуется Slack, это такой тоже мессенджер, он тоже, можно его интегрировать и там создавать каналы по задачам, по проектам, то есть, в принципе, это тоже интересно. В общем, интеграция хорошая, поэтому как бы можно расширять функционал, скажем так. Да, и самое главное, еще я хотел сказать о том, что, наверное, вопрос возникает, а бесплатно ли это или нет. И вот ответ на это очень простой. То есть, сейчас про тетененьки я расскажу. Да, ответ простой, что, во-первых, это бесплатно для команд не более 15 человек. То есть, если у вас в организации достаточно небольшое число людей, то вы можете спокойно бесплатно это использовать, и каждый дополнительный человек потом будет стоить 8 долларов в месяц. Но, 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 8, точнее, 15 человек достаточно большая команда, то есть, в принципе, это достаточно. Там есть некоторые нюансы, которые там можно применить. То есть, вот аккаунт премиум, в принципе, его можно получить скидки, то есть, он достаточно удобен. То есть, в принципе, базовый вариант это бесплатно, просто надо запомнить. И также есть приложение. В принципе, интеграция, как я уже сказал, вот, собственно, есть приложение различного вида. Это, если вы пользуетесь каким-то из списков, например, приложений, если вы посмотрите, то вы увидите, что их можно также интегрировать. Так, и полезное. Это я просто сейчас пробегаю по полезным каким-то вещам, чтобы было понятно, а потом я начну показывать, да. Во-первых, очень рекомендуется вам, собственно, и мне самому. Я что-то не очень часто читаю, но, в принципе, это как бы интересно. Во-первых, у Асаны есть блог свой, соответственно, это корпоративный блог, где они пишут какие-то новые введения, какие-то новые штуки очень полезные. Поэтому... Сейчас это говорю, да, я отвечу. Вот. Поэтому очень рекомендуется смотреть, чтобы вы просто в курсе, да. Вы можете подписаться по RSS, если вы еще пользуетесь этим сервисом, ну и так далее, то есть полезно. Так, вопрос. Чем отличается базовый вариант от того, что за восемь... Да ничем не отличается, просто, во-первых, главное отличие – это количество людей. В принципе, дальше там какие-то изменения не очень большие. Ну, окей, могу вернуться, конечно, и показать. Ну, то есть, да, вот можно экспортировать данные большого количества, то есть можно приглашать гостей, приватные проекты, которые будут видны только компаниям и так далее. Вот. Так, двигаемся дальше. Сохранность информации там все нормально, бэкапы делать можно. Да, можно экспортировать в CSV как минимум. Вот. Поэтому это достаточно удобно. Нареканий с безопасностью, ну, то есть утечка данных... Ну, по крайней мере, я не знаю об этом. Ну, конечно, риск всегда есть. Но пока все окей. То есть вот мы пользуемся, нареканий нет пока совершенно. Так, про блог я сказал. Дальше это у них есть раздел такой WorkStyle. Это тоже интересный раздел блога, где разные компании, которые используют Asana, публикуют свои какие-то лайфхаки, какие-то вот полезные штуки, да, как они используют. Вот тоже очень интересно почитать будет. Тоже нашел много интересного. То есть единственное, опять же, это на английском языке, но я думаю, что это не очень сильная проблема. И переходим к двум последним вещам, которые обязательно нужно почитать. В принципе, если вы новичок, то у Asana есть свой гид, как бы, да. Это такой раздел, где можно посмотреть вообще, как все это работает. И это действительно очень полезно. Во-первых, тут есть вот... То есть, по сути, это два раздела. Первый – это Basics и... Ну, назовем его так хорошо. То есть это просто, когда рассказывается о том, что такое вообще project management, как это работает, для чего вообще Asana использует, для чего это нужно, вообще почему это эффективно и так далее. То есть тут очень много разделов. Я буквально перед вебинаром просмотрел. Там есть видео. И, ну, как бы, действительно становится понятно, что, в принципе, это эффективно. Ну, просто если вы не верите, например, да. И второй раздел – это Help. Это непосредственный раздел, который рассказывает о каждом из разделов, например, Asana, как это работает, что это... То есть это касательно именно сервисов. Вот. И здесь прям по шагам очень много. Можно прям посмотреть, то есть как это, что это... Ну, например, если мы зайдем вот в Welcome Help, то просто рассказывать сначала, как выглядит интерфейс, то есть для чего он нужен, там, какие разделы и так далее. Может ли программа в написании грантов... Это в смысле? Это Максим Забов вопрос. То есть, насколько я понял вопрос, насколько можно вообще применять эту программу, в принципе, можно применять в любой вообще своей деятельности, потому что это может быть что-то частное, какие-то даже, не знаю, свои личные проекты, свои личные задачи. Вот. Также и задачи ваших компаний. Сколько времени существует сервис? Да, я сказал о том, что он существует с 2008 года, соответственно, уже почти 8 лет. Ваш прогноз относительно срока его существования. Это, знаете, как задать вопрос о том, как вы думаете, сколько будет существовать Google. Я надеюсь, что этот сервис будет существовать бесконечно. Ну, то есть, ну, понятно, да, потому что, ну, просто удобство использования, и, конечно, хочется, чтобы он продолжал расти, развиваться, появлялись какие-то новые, там, задачи, возможности, да, вот. Это, ну, я не знаю, я надеюсь, что он будет существовать еще долго. В общем, хороший вопрос. Вот. И возвращаясь к этому, да, то есть, это гид непосредственно по тому, как использовать какие-то разделы и понимание, что это такое. Так, теперь давайте посмотрим, как это работает. Сейчас я буквально единственную секунду... Окей. Так, сейчас я включу свой экран. Так, я, наверное, выключу видео и включу свой экран, чтобы интернет, ну, пошустрее был. Интересная версия у вас про Google, ну, здорово, да. В общем, надежда остается, что все будет хорошо. Так, смотрите, вы должны видеть мой экран, там, такой прям, уходит вовнутрь, потому что я смотрю одну и ту же страницу. Давайте я открою так, ну, чтобы вам просто не ревил в глазах. Bittrex, это 12 человек. Ну, смотрите, просто, в принципе, естественно, что Asana – это единственный сервис такой подобный, да, их очень много. Существует порядка шести основных, да. Они все, в принципе, там, под ваше личное удобство, поэтому моя рекомендация – просто берите, пробуйте, и то, что вам понравится больше, вы используете. Вот все. Самый простой ответ. Ну, вот видите, вот кто-то говорит, что с Bittrex мне нравится. В общем, давайте я перейду дальше, что я хотел показать. Так, так, так. Да, я, во-первых, хотел показать этот раздел Guide. Вот это действительно вот такая полная библиотека о том, как использовать этот сервис. То есть тут, в принципе, настолько все понятно, все прям по шагам расписано. То есть если, опять же, мы вернемся вот к Basics, почему Asana, например, да, то здесь прям по шагам прям приводятся примеры, а почему, почему, почему это важно, почему это правильно и так далее. То есть еще раз резюмирую, скажу, что первое – это помогает быть вам более эффективной. Во-первых, когда вы организуете свою работу в виде команды, когда вы делаете проект, да, проект всегда выполняется с помощью нескольких человек. Соответственно, вы выполняете их в виде конкретных задач. Вы берете большую задачу, типа запуск сайта, разбиваете на конкретные задачи, на маленькие шаги. Каждую из задач вы назначаете на определенного человека, кто это делает. И таким образом вы делаете работу более эффективной. Почему это эффективнее, чем почта, просто почта? Потому что это дает вам возможность сосредоточиться на конкретные задачи. Как вы знаете, это когда вы еще раз, да, вы используете почту, вы заходите в почту, помимо того письма, которое вам пришло, вы видите кучу еще другой почты, и вы начинаете ее так же просматривать. Поэтому это становится не таким эффективным. Вот, с этим понятно. И вот раздел «Help» – это действительно раздел, который показывает вам все касательно того, какие есть разделы в «Ассане» и так далее. Вот, собственно, все, 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 все здесь написано. И в конце, в принципе, в каждом разделе есть видео. Так, я вернусь обратно. Так, 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 так. Давайте останавливаю видео, просто я не могу читать, когда ребит в глазах прям. Так, давайте пока на ответ, ответ на вопрос, а потом дальше продолжим. Безопасность и сохранение данных. Ну, вот как я уже сказал, что пока нареканий нет, но вы просто должны понимать, да, что теоретически всегда возможности есть. То есть сейчас, по крайней мере, есть несколько, там, решений, которые позволяют делать то же самое, только вы как бы храните свои данные не на стороннем сервере, да, как вот в «Ассане», например, да, то есть это все хранится на сервере организации «Ассана» компании. Но вы можете это сделать то же самое с точки зрения, там, установки на своем сервере. То есть на физическом, наверное, сервере, например, то есть вы можете это сделать, есть такие решения, похожие на сам. Так, как корпоративный портал CRM-Bitrix хорош, так-так-так. Есть что-то в этом сервисе, что предоставляет собой ограничение, недостаток, неудобства. Если вы совершенно, например, раньше не пользовались никаким project, ну, там, окей, менеджером задач, скажем так, то для вас, наверное, будет вообще сложно разобраться. Но если вы понимаете, как это работает, то, в принципе, достаточно просто. Сейчас вы это просто увидите, потому что я сейчас покажу просто. Так, вы упомянули про workflow. Правильно ли я понимаю, что сервис будет рассылать уведомления активно следующих задач, активировать следующую задачу, которая связана с завершенными? Не совсем так, то есть вы сами выстраиваете то, как вы работаете с задачей, но если вы являетесь фолловером определенной задачи, то вам приходят все уведомления по этой задаче. То есть все, что изменяется, все это приходит вам на почту. Но при необходимости вы можете этого отключить и не пользоваться почтой вообще. Так, давайте я все-таки начну тогда демонстрацию и перейду к экрану. Так, сейчас проверим, видно ли, видно, видно. Окей, вот смотрите. Итак, когда вы зарегистрировались в Asana, во-первых, есть два способа. Первый – это вы можете с помощью корпоративной почты это сделать. Соответственно, если вы используете какую-то корпоративную почту, то и все коллеги ваши, когда регистрируется в Asana, вы все сразу автоматически объединяетесь в единую организацию, скажем так. То есть вот здесь, как вы видите, есть персональный проект. Вот, например, наша Теплица, еще там ТСДФ, это Тепличная разработка и так далее. Это вот именно workflow, это те рабочие места, условно говоря, которые есть. И вы, если вот с помощью корпоративной почты, вы сразу автоматически будете объединены. Например, вот я, если я захожу через там почту, я в Теплице, соответственно. Естественно, у вас есть тоже персональные проекты, вы можете создавать это под себя, это тоже позволительно. То есть или вы регистрируетесь с помощью, например, Google Почты, Google Аккаунта и, в принципе, легко пользоваться. Вот. Так, давайте я буду просто туда-сюда переходить, чтобы понимать, что как бы все окей. Да. Собственно, вот так это выглядит. На самом деле виды могут быть разные, но основное расскажу. То есть, во-первых, да, вот этот раздел – это все, что касается вашего аккаунта. Вот My Profile Settings – это здесь все, что связано с вашим профайлом. Вы можете там присоединить картинку, свою фотку, ими написать, о себе написать. Потом по поводу электронной почты можно поставить уведомление, выключить, включить и так далее. Здесь можно все управлять и так далее. В общем, как видно, это очень гибко. Аккаунт, дисплей. Вы можете выбрать тему и так далее. Там дополнится приложение. То есть все, что касается вашего аккаунта, настроить можно в этом разделе. Дальше вы конкретно выбираете сначала Workflow, и, соответственно, если вы… Ну, допустим, я вот нахожусь в персональных проектах. Вот так выглядят проекты, ваши задачи тогда, когда, например, вы только зарегистрировались, потому что у вас их нет, например, да? То есть вот есть базовое поле, вот, и все. То есть, чтобы создать задачи, нужно просто начать печатать. Вот так и все. Можно описание задачи написать. Ну, то есть там, например, задача 1, там найти домен для сайта. Выбрать хорошее имя. Вот. И здесь я, например, так как я один, это персональный мой проект, то я назначаю на себя и выбираю дату, например, завтра. Вот. И здесь можно также присоединить файлы. Например, какие-нибудь… Вот здесь кнопочка есть, и я могу, например, со своего компьютера, либо с Dropbox, либо с Google Drive, например, я присоединюсь с Dropbox. Да, если у вас есть какие-то облачные сервисы, вы можете присоединить оттуда, и, например, это выглядит вот так. Вот я беру просто картинку, выбираю. Вот. И вот у меня присоединилась картинка. То есть вы можете это делать очень легко. Значит, этот вид называется лист, когда у вас просто задачи по списку. То есть, например, дальше я когда перехожу, могу написать там задачу 2. Ну и так далее. И вот когда вы создаете эти задачи, они у вас в списке будут отображаться. Есть другой способ отображения задачи – это в календаре. То есть просто открывается календарь, и вы видите. То есть, например, вот у меня на субботу поставлена задача. Для того, чтобы, например, перенести ее по дате, есть очень простой способ. Вы просто берете и перетаскиваете. Вот. Таким образом, когда вы смотрите на календарь, очень легко понять, какие задачи когда вам надо выполнять. То есть, когда нужно иметь понимание, например, что выполнять, какой приоритет и так далее. То есть, вот, например, для меня лично я всегда смотрю именно в таком формате. То есть, когда лист, мне совершенно неудобно. Вот. Когда у вас выстраиваются определенные задачи, вы видите, как их выполнять. С этим понятно, да? Так. Если у сотрудников почты на разных сервисах, мы все сможем работать или нужно обязательно регистрироваться на Google? Я думаю, что нужно уточнить. Честно говоря, не знаю, но, по-моему, насколько я знаю, вы можете регистрироваться с помощью просто почты, неважно, на Google она или нет, но, по-моему, Google аккаунт просто это упрощенный вход. Но лучше уточнить просто. Вы когда нажмете, например, на регистрацию, вы увидите, какие возможности вам предоставляются. Так. Ладно. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот. С этим понятно. То есть, как создать задачу, все ясно, да? То есть, выбираете и создаете. И вот эти иконки очень полезны. То есть, например, когда вы назначаете на кого-то своего коллегу другого, когда вы смотрите общий календарь, вы тогда будете видеть, кто какие задачи выполняет. Вверху тут строчка поиска. Вы можете искать все задачи, которые есть. Ну, например, я ввожу слово «домен», и вот у меня высветилась моя задача, где есть слово «домен». То есть, это очень удобно. Также есть вкладка «файлы», где можно посмотреть все прикрепленные файлы. То есть, соответственно, так как я только что прикрепил картинку, то вот она вот здесь появилась. То есть, например, когда у вас много задач, и вам нужно потом найти какой-то файл, который был присоединен, это сделать просто очень-очень легко. Во-первых, с помощью поиска. Во-вторых, с помощью файлов. Прямо в разделе «файлов» вы ищете это очень быстро. Так, с этим понятно. И теперь самое главное еще. Теперь есть боковое меню слева, которое также очень важное. Когда вы открываете здесь, вы будете видеть ваши проекты. Значит, суть вот в чем. В том, что все задачи можно объединить в проекты. То есть, например, как я вначале говорил, допустим, вы готовите какое-то мероприятие. Вам нужно провести мероприятие. Соответственно, для этого вы создаете проект. Вот давайте мы прямо сейчас это и сделаем. Например, новый проект. Например, мероприятие. Создаем проект. А как мы делаем в теплице? На самом деле это очень просто. Во-первых, вы создаете таким образом шаблон. То есть, вот смотрите, берете, создаете... Просто как пример сейчас создам. Задача 1. Задача 2. Задача 3. Задача 4. И задача 5. Каждую задачу вы можете описать, например, найти домен. Ну, давайте, да, к мероприятию. Тогда там... Определить дату мероприятия. Второе. Определить место проведения. Дальше. Определить инфу партнеры. Инфу. Дальше. Анонс. И дальше, например, там, не знаю, поведение. Ну, то есть понятно, что это должно быть, на самом деле, намного сложнее, но так или иначе. Вот у вас есть, например, 5 задач. И когда у вас есть мероприятие, да, во-первых, что самое интересное, вы можете его выделить цветом. То есть, например, любым цветом, каким вам удобно. Вот, например, я сделал синим. И, собственно, почему это важно. Смотрите, когда вы берете какую-то задачу и назначаете, вот я ее назначаю на себя, и, допустим, я ее ставлю дату, что она должна быть вот 26-го числа сделана. То есть, смотрите, как это выглядит. Выглядит вот так. То есть, видите, есть обозначение синеньким цветом. Это значит, что задача принадлежит к определенному проекту. И когда у вас очень много задач, это очень удобно смотреть. Вот. Что еще нужно сказать про проекты? Это очень важно. Значит, еще раз. Когда вы создаете какой-то проект, например, подготовка мероприятий, да, чтобы вам каждый раз не делать одно и то же, вы просто выстраиваете последовательность выполнения действий, например, вот эти задачи. А потом, когда в следующий раз вы будете делать это, да, следующее мероприятие, вы можете написать use as a template, copy project. То есть, вы можете просто скопировать этот проект. И это очень важно и очень понятно. То есть, например, один раз, когда вы провели по шагам, все сделали, да, и второй раз, когда вы делаете похожее, что-то, вам просто уже не надо создавать это вручную. Вы берете и копируете. Как вы видите, можно копировать вообще все, что угодно. Даже задачи, даже фолловеров, сроки выполнения и так далее. Ну, сроки выполнения вряд ли, потому что будут другие даты. В общем, это очень удобно. Вы создаете копию, вот. И у вас возникает еще один проект, который выглядит так же и с теми же задачами. Так, что-то он долго создается. А я пока перейду к вам. Так. Так-так-так. Давайте я пока отвечу на вопросы. Так, я пока выключу демонстрацию экрана. То, что рябит в глазах. Так. Для работы вся команда должна регистрироваться на сервисе? Да, лучше, чтобы вся команда, соответственно. Да, конечно. Тогда эффективность будет лучше. Можно ли синхронизировать этот календарь с календарем на Outlook? Да, синхронизация есть. Я думаю, что... Я просто не пользуюсь Outlook, но я думаю, что Outlook, он тоже же с какого-то сервера цепляет это все, да. Если это есть в интернете по ссылке, это можно сделать, да. Есть ли задачи с подзадачами? Как это выглядит? Сейчас покажу. А можно определить время задачи. Не только когда она должна быть выполнена, но и когда она чета. Давайте сейчас тоже посмотрим. Значит... Так. Включил. Так. Вот у меня, значит, второй проект создался, как я уже сказал, да. Давайте это закроем. Смотрите, задача с подзадачами. Можно... Вот тут кнопочка есть, написано SubTasks. Это рядом с сердечком. Нажимаете, и у вас возникает подзадача. Подзадача. Вот. И когда я уже перехожу в подзадачу, там есть... Ну, то есть еще описание. Да. Вложенные задачи можно создавать. Это может быть не всегда удобным, но, значит, можно тут перенести их потом в отдельные, как бы, задачи. То есть, в принципе, ну, это можно. Так. Теперь, что касается начала и конца проекта. Есть только дедлайн. Это то, когда вам нужно закончить. Это due date. Вот. И это основное, что есть. То есть, только конечное время, потому что, в принципе, начать вы можете в любое время. Так. Отличная программа. Давно хотела так, так, так. Но проблема в английском. Только два сотрудника здесь TV его знают. А тут, в принципе, не надо знать английский. Нужно просто знать, куда тыкать, мне кажется. Ну, то есть. Ну, честно, русские аналоги, ну, наверное, есть. Вот. Но. Ну, вот видите, тоже все по-русски. Вот, смотрите, задачи по-русски и так далее. Тут, в принципе, нужно знать совершенно немного. То есть, просто рассказать, что вот эти вот кнопочки обозначают, ну, там, календарь, да. В принципе, слово календарь можно, каждый может прочитать, он может понять, что это календарный вид. То есть, тут, в принципе, ничего сложного. А дальше можно тут написать все по-русски. Вот. Ну, определенная сложность с этим есть, безусловно. Так, хорошо. Значит, с проектами понятно, то есть, каждый проект можно выделить цветом. Это очень удобно, я сам это делаю. И вот, что касательно, например, подготовки мероприятий и так далее, вот мы именно это и делаем. То есть, у нас есть шаблон подготовки, мы уже там создали его, да. И я каждый раз совершенно не думаю о том, что мне делать дальше. Я просто беру, копирую проект, раскидываю задачи по тем людям, кто их выполняет. И все эти задачи потом есть. И я потом, по мере того, как они наступают в календаре, я их выполняю. И это очень удобно, потому что я из головы выкидываю вообще весь процесс, по сути, да. То есть, я не запоминаю, кто когда что должен сделать. Я просто смотрю на план, я смотрю на календарь, я вижу, что, например, там вот завтра нужно сделать определенные вещи. Вот я беру ее и делаю просто. Так. Также есть тут вкладка моей таски и мой инбокс. Мой инбокс – это то, то есть, как в почте. Вам сюда будет приходить то, что ставится задача на вас и так далее. То есть, как вы видите, можно включить или выключить уведомления. Так. Теперь давайте покажу, как это выглядит у нас в теплице. Не то, как это выглядит в смысле, а то, что можно, например, ставить задачи на других людей. То есть, вот у нас из списка есть несколько людей, и я могу ставить их. И как бы это удобно. И ставить также в фолловерах, это вот внизу, здесь, где комментарии, вы можете добавить человека, и он будет видеть все изменения в задачах. Вот. Это очень полезно, когда вы хотите, чтобы люди в вашей команде видели, как выполняется там течение задачи. Потому что часто так бывает, что на человека там ставится какая-то задача просто, да, вы говорите, вот, например, надо выполнить там вот это к такому-то числу, и все. И человек непонятно. Вот он делает это и не делает, да. То есть, наступает это время, и вы спрашиваете его, ну, что вы сделали, да, вот он говорит нет. А здесь вы видите, например, что там человек, например, там за неделю не приступает к этому заданию, и вы можете просто в комментарии написать там, типа, все окей, все понятно, почему там не получается что-то и так далее. То есть, это несложно, это быстро, и это, в принципе, нормально. Так. Опять я выключу демонстрацию экрана. Давайте почитаем, что вы написали еще. Так. Может, я пропустил ответ? Можно ли распечатывать материалы проекта? Так, сейчас покажу. Можно ли выучить английский... Можно выучить несколько английских слов? Да, это правильный совет. В чем принципиально отличие Асана от Project Microsoft? Я, честно говоря, не пользовался MS Project, но, в принципе, это же такой же Task Manager, но, как и любой Task Manager, он имеет просто свою какую-то визуальную часть, да, и свои какие-то нюансы. Вот и все. Но главный принцип – это выполнение задач. Вот и все. То есть, к сожалению, не могу более конкретно сказать, потому что MS Project мне не пользовался. Так. И формируется ли отчет о выполнении задачи? А что вы имеете в виду? В каком формате отчет? Отчет в чем? Сохраняется ли история изменения задачи? Ну, окей, давайте дальше покажем вот что. Так. Во-первых, был вопрос с распечаткой. Так, сейчас найдется вопрос. Честно говоря, я не очень понимаю, для чего надо распечатывать. Вот. Но такая возможность есть. Вот есть кнопочка троеточия. Здесь есть разные, как бы, настройки. Тут можно удалить, да, там, скопировать, превратить в проект и распечатать. Соответственно, печатать можно, да. Вопрос был история изменения задачи. Значит, история изменения задачи заключается в следующем, что вот здесь, например, вот я пишу комментарии. Сейчас просто вам покажу. И вот эти все комментарии, по сути, это и есть история изменения задачи. То есть, также вы можете, например, видеть, кто на кого переназначал, когда это было. То есть, все действия, они вот таким образом последовательно отображаются, и каждый человек может зайти и посмотреть, что происходило. Вот, по сути, это и есть история. И когда, например, задача, как бы, она выполнена, то вот ее можно закрыть, то есть, нажать, что задача выполнена. Это будет вот так выглядеть. И если, как бы, вы переходите, например, в календарь или вообще в списки, она у вас будет уже, как бы, зацемненной, то есть, она выполнена, она не будет активной. Это выглядит вот так. То есть, она уже переходит в раздел неактивных, и вы видите только активные задачи. Вот видите, у вас вот она пропала. Но здесь, в принципе, при большом желании можно выбрать все задачи. Вот смотрите. Можно посмотреть все задачи. Вот у меня их много. И выбрать те, которые вам нужны. То есть, это выглядит вот так. Так. Дальше. Тут есть тоже графики Ганта. Боюсь, что... Сейчас думаю, как показать это, чтобы просто не показывать... Сейчас. Ну, то есть, это вот так выглядит, как вот... Я думаю, что вы это имели в виду. То есть, это и есть такое. Так. Я не очень понимаю, для чего распечатывать это класс на стол руководителя. То есть, говорю, это, в принципе, онлайн-инструмент, который позволяет вам делать именно... Управлять проектами, выполнять работу. Это не для того, чтобы распечатывать там и показывать, что вот. Потому что, ну, в принципе, это доступ онлайн. Ну, как я уже сказал, распечатывать можно, да. Ну, Трелла я тоже люблю. Я, кстати, Трелла пользуюсь лично. Так. По поводу MS Project. Линейные, длительные, большие проекты. Там есть трудозатраты, диаграммы Гант и много прочего. Ну, платный. Ну, да. В принципе, более простая. Вот мы и показываем те сервисы, которые мы сами пользуемся, да. Мы пользуемся достаточно простыми вещами и показываем, что их можно внедрять, например, в своих организациях очень легко. Поэтому можете пробовать, но... По поводу Мегаплана. Кстати, да, хороший комментарий. Вот, кстати, один из примеров российского сервиса Мегаплана. Я, честно, тоже им не пользовался, но все как бы на любителя, мне кажется. То есть просто есть свои нюансы, плюсы и минусы, вот. Но думаю, что так как Мегаплан очень развит, да, то думаю, что он как бы хороший. Так. Но если невозможно, начало выполнения задачи выставить, как же можно построить график Ганта? Ну, я не могу это прокомментировать. То есть только с той точки зрения, что для чего вы, собственно, строите, да, график Ганта. То есть он строится, как бы объясняю. Вот вы, например, начинаете делать задачу. Сейчас. Вот вы начинаете делать задачу. И вот у вас сразу первое действие, оно у вас как бы пишется. Вот было сегодня сделано. Собственно, вот это является начальной точкой отсчета, когда вы начинаете выполнять задачу. Соответственно, к финальному дедлайну у вас должно быть выполнено все. То есть, по сути, как это делать? Тут строится некая другая диаграмма, наверное, более простая, которая говорит о том, что вот у вас есть проект, состоящий, например, из 50 задач. Например, к 1 февраля вы должны все задачи закрыть. То есть, чтобы выполнено было все 50. И вот у вас показывается график, который говорит о том, что у вас, например, на данном этапе закрыто 25 задач из 50. И вот это показывается. То есть, на самом деле, достаточно все просто. Так. Есть диаграммы ГАНТа, интегрированные задачами основного сервиса Инстаган. Ну, вот, кстати, да. Так что спасибо. Да. Ну, просто мы их не используем, поэтому я даже что-то боюсь прокомментировать это. Так. Что еще? Давайте я тоже пока отключу. И включу презентацию. То есть, цель моего вебинара была сегодня не показать вам там какие-то способы работы, типа Agile и так далее, да, вот, Комбан и так далее, а вот именно показать, как выглядит Асана и что, на самом деле, это очень удобно и это действительно работает. Вот. Линейка прогресса не покажет истинный прогресс. То есть, не поставить вес, важность и задачи. Но тут, да, тут нет важности задачи, веса. Тут есть вот именно выполнение задач. То есть. Ну, тут есть свои плюсы и минусы, да. Просто есть некоторые методологии, которые либо вы используете и выбираете там одни или другие. То есть, они некоторые противоречат друг другу. Просто вы для своей организации как бы выбираете то, что вам удобно. Поэтому тут как бы можно не спорить. Ну, вот, мне кажется, главный принцип, да, какой есть, это вы просто берете и используете Task Manager для того, чтобы разбить большие задачи на маленькие и дать ответственность за эти задачи разным людям в вашей организации. Таким образом, вы будете видеть и отслеживать, как люди работают над задачами. Таким образом, вы быстрее сделаете проект. Вот и все. То есть, это все прозрачно. Каждый член команды будет видеть, кто что делает. И это очень удобно. Цвет можно использовать для обозначения важности как вариант. В том числе и также теги можно использовать, которые по тегам можно потом искать. Вот. Для работы этот ресурс более понятен, чем мегаплан, хоть он и на русском. Возможно, просто честно, мегаплан не знаю. Ну, кстати, вот Trello еще проще. Trello по сравнению с этим еще проще. Так, какие еще вопросы? В общем, я просто честно рекомендую вам попробовать лично просто вот создать какие-то свои частные задачи. Например, какие вы выполняете там для себя. Например, на протяжении недели попробуйте это сделать, и вы поймете, удобно вам или нет. Я, например, использую Asana именно на компьютере. Я на мобильном устройстве Asana не использую. То есть для меня, в принципе, это основной календарь рабочий, да. Я вот смотрю все, что происходит там, какие задачи нужно сделать, когда и так далее. И, как я уже говорил, это большой плюс. Я просто из головы выгружаю большое количество информации, не думаю о том, когда что мне делать. То есть я вот прямо открываю и смотрю, что мне делать. А этот сервис проще, так как он все-таки менеджер задачи, не системы управления проектом. Ну, честно, я бы поспорил, вот кто это написал, сейчас я посмотрю. Я бы поспорил с Марианной, что... Ну, то есть это выглядит просто, но вот если посмотреть те разделы, которые я показывал, там есть гайд, да, гид по возможностям, вот на самом деле можно делать очень крутые вещи. Только это просто выглядит просто. Это вот выглядит доступно, да, но это не значит, что можно там делать только простые задачи. Они и сложные можно. Вот поэтому я тут вот не соглашусь, честно. То есть потому что чем проще инструмент, тем проще им управлять. И, соответственно, если это люди, например, более старшего возраста, либо те, которые не очень имеют какой-то опыт в этом, то согласитесь, им будет намного проще использовать этот сервис. Так. Ну что, напоследок я включил видео. Если тогда вопросов нет, давайте тогда заканчивать. Как видите, мы быстро закончили, это здорово. Вот. Видеозапись будет на нашем сайте опубликована, и потом, как я уже сказал, в мероприятие, и разослана вам. И вы можете скачать презентацию, она доступна сейчас. Поэтому заходите на наш сайт, смотрите, участвуйте в наших вебинарах. Спасибо большое, что присоединились. Надеюсь, что было полезно и интересно. Поэтому говорю до свидания и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok